Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с пустым баллончиком из-под пены. Для начала выпускаем все остатки газа и аккуратно с помощью шила в самом низу делаем сквозное отверстие. Итак, баллончик пустой, без давления. При помощи отвертки снимаю пластиковую резьбу. При помощи гриндера стачиваю завальцованную часть верхней крышки. Ну а если нет гриндера, то можно при помощи конической сверла просверить отверстие на 25. При помощи шила выбиваю верхнюю заглушку. И также при помощи гриндера стачиваю верхнюю часть. Теперь при помощи ножа срезаю половину бутылки. Хотя можно было использовать пустой газовый баллон, но я их использую по другому назначению. Либо заправляю, либо делаю самоделки. Чтобы не пораниться, края стачиваю на наждачной бумаге. Нижнее отверстие расширяю сверлом до 20 мм. Теперь беру обрезок 25-й полипропиленовой трубы. Она как раз идеально входит в наши верхние отверстия. Опускаю в баллон до дна и при помощи карандаша делаю разметку. И делаю отверстие на 20 мм. Была у меня трубка из нержавейки 20-го диаметра. Она теперь идеально входит в нашу полипропиленовую трубу. Но теперь пора собирать нашу конструкцию. Трубу опустил на дно баллона и вставляю трубку в отверстие. Друзья, кто следит за мной в других соцсетях, знает, что я утепляю свой дом. И хотел бы вам показать, каким методом и как я это делаю. Утепляю дом термопанелями, а использую для этого клей-пену Техно Николь. Для меня использование клей-пены это отличный вариант. Ускоряет работу, никакой грязи. Накрутил монтажный пистолет и можно наносить. Клей-пена отлично приклеивает различные материалы. Я уже проводил эксперимент, ее не оторвать от стены. Клей-пену наношу ровным валиком, отступая от краев по 3-4 см. Сразу наношу на 3-4 панели. И оставляю на 5 минут для полного расширения пены. Что в дальнейшем облегчит регулировку термопанелей. И клей-пеной можно клеить не только термопанели, а любой плитный материал. Я в своей новой мастерской клеил гипсокартон пеноблочным стенам. А также можно заполнить пустоты и зазоры между термопанелями. По истечению 5 минут клей-пена полностью расширилась. И уже можно приступать к монтажу термопанелей. А тут все очень просто. Плотно прижал до момента схватывания. Корректировать панели можно в течение 15 минут, плавно перемещая их стороны в сторону. Согласитесь, ведь все очень просто и быстро. Производитель клей-пены рекомендует через 2 часа крепить механическим крепежом. Но я это делаю раньше. Установил 4-5 панелей и при помощи 130-х саморезов креплю к стене. Механическая фиксация это только подстраховка. Ведь проверено временем и экспериментами. Так что смело могу рекомендовать клей-пену Технониколь. Ну а ссылку на клей-пену оставлю под роликом в описании. Теперь беру парафиновую свечу, мельчу ее, чтобы она быстрее растопилась. Беру газовую горелку и растапливаю свечу. Хотя это можно было сделать электрическим феном. Теперь в ход пойдут опилки. У меня, правда, они немножко крупноватые, потому что это из-под фуганка. Но я думаю, это ничего страшного, они отлично подойдут. Хорошо, их промачиваю в парафине. И начинаю закладывать нашу будущую горелку утрамбовываю. Парафин теплый делает и не спеша имел. Достаточно будет времени заполнить всю нашу будущую горелку. Вручную сверху, конечно, утрамбовываю. При помощи палочек, а потом уже, конечно, приложил большое усилие, чтобы плотно все утрамбовать. По итогу, когда утрамбовал, получилась четвертинка нашей горелки. Но мне этого будет достаточно, чтобы попробовать ее эффективность. Парафин немножечко подстыл, и я аккуратно вытаскиваю наши трубочки. И получилось на четвертинку заполнить наша горелка. Но я думаю, было лучше заполнить ее полностью. Разжигается же она очень быстро при помощи обычной зажигалки. И буквально за три минуты выходит в рабочее состояние. Поначалу хотел подогреть воду, поставил для этого два блока. Но подходящей тары у меня не нашлось, и решил просто посмотреть, сколько она по времени прогорит. Погода, конечно, ужасная. Уже немножко выпало снежку. Небольшой морозец, минус два, минус три. И сильный, конечно, ветер. Температуру проверял пирометром. Пускай он немного не точный, но на поверхности показывал 240-230 градусов. Пламя немножко желтовато-красного цвета. Это не хватает кислорода. Я думаю, это все потому, что я не заполнил попилками полностью нашу тару. Походил, повозился, но потом решил включить таймер, чтобы засечь, сколько же она прогорит. Сверху установил брусчатку, посмотрю, прогреется ли она. Спустя 16 минут камень уже полностью просох. Температуру меряю на самом камне, на его поверхности. И камень нагрелся до 150 градусов. Прошла уже 31 минута. Спустя 40 минут горелочка начинает уже подтухать. Пламя становится все меньше и меньше. По итогу, с неполной загрузкой, горелка проработала более 45 минут. Я думаю, это неплохой результат. Но, как вы понимаете, горелочка не одноразовая. Вытряхнул содержимое. И проработает она еще не один раз. Как видите, краска даже совсем не обгорела. Опилки практически все выгорели. Остались небольшие частицы. Увидел я данную горелку на просторах интернета. Решил попробовать, насколько это правда. Насколько она рабочая. Снял ролик и, конечно, поделился с вами, чтобы вы оценили, прокомментировали данное видео. И поставили обязательно по лайку. И всем, кто досмотрел данный ролик до конца, хочу сказать огромное спасибо, что смотрите, что поддерживаете. Вам же желаю крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. Ну и до новых встреч. Пока-пока.